От жизни каждый что-то ждёт. Кто радость, кто успех, кто взлёт. Никто не думает мириться, когда покой им только снится. Я тоже ждал, что повезёт, и моя жизнь пойдёт на взлёт. Хотелось много, всё и сразу, но в мою жизнь пришла проказа. Нас, самарян, евреи не любили, хотя всю жизнь мы рядом жили. Годами продолжается вражда, а тут ещё пришла нужда. Когда болезнь покрыла тело, моя родня взялась за дело. Я был отлучен от людей и изгнан из среды своей. Я ж только слышал о проказе. Но не видал я ни разу то, что пришлось мне пережить. Об этом, об этом трудно говорить. Проказа поразила плоть мою, и в струпьях каждый день стою и пеплом тела посыпаю. За что всё это? Я не знаю. Я думал, сплю, хотел проснуться, к любимой девушке вернуться. Но это было в унисон. Я проклят. Так звучал закон. Со мною перестали все общаться. Решил тогда без боя сдаться. Вся жизнь моя перевернулась, когда удача отвернулась. Я думал, что болезнь пройдёт, и моя жизнь пойдёт на взлёт. Но как простить предательство людей? Об этой мысли боль сильней. Я жил в нестаном по закону, что страшно и привык к их стону. Людей здоровых ненавидел. Одну проказу только видел. Любимую, родных нет, не прощу. Появится возможность, отомщу. Но как быть мне? Я прокажённый. Нормальной жизни я лишённый. Великое мучение осознать, что мне теперь другим не стать. Ты что, не понял до сих пор, что это страшный приговор? Душевное терзание – это муки. В нестана жить сплошная скука. Нечист, нечист должен кричать, когда мне суждено людей встречать. А мне страшнее было за бортом. Я в жизни не был слабаком. Всем помогал, людям старался. А как за бортом оказался? Кого винить? Вопрос я задавал, когда очередной плевок встречал. Такая боль, что нету сил. За что всё это получил? Ну, а с нормальными людьми мы не встречались. Своей группой собирались, нас было десять. И все с проказой. Людей пугала одна лишь фраза. Нам было больно и обидно, конца страданий мне видно. Устали мы нечист кричать. А так хотелось чистым стать. Питались мы, что нам бросали. Подачек этих сильно ждали. Мы не могли просить у храма. Жилищем нашим была яма. Не скрою. Мы к людям ходили, и всякий час они нас били, кричали, камнями в нас бросали, к своим селениям не пускали. В один из дней кто-то сказал, что Бог пророка в мир послал. Людей повсеместно исцеляет и даже мёртвых воскрешает. Я обронил одну лишь фразу, а может исцелить проказу? Ну а что мы теряем? Чем рискуем? Давайте все проголосуем. Всем вместе нам надо держаться. Попробуем с пророком повстречаться. Пойдём все вместе, как один. Себя в обиду не дадим? Решили мы искать пророка. Боялись только злого рока. Вдруг не захочет нам помочь. В ответ услышим. Идите прочь. Евреи с нами не общались. В Иерусалиме в храме собирались. Для них мы были сорт второй. Не стану я кривить душой. Ведь слышали мы от пророков, от людей. Пророк был точно иудей. И как к нему мне обратиться? Я должен иудею поклониться? Вопросов много. А где ответ? Смотрел я в небо. Бог, а где ты? Приди ко мне хоть на мгновение. Мне нужно Божие исцеление. Нас ненавидят люди. Мы больные. Кидают камни в нас родные. Нельзя к селениям подходить. Но разве можно с этим жить? Во мне внутри одна лишь злоба. Мне с этим жить теперь до гроба? Нет. Не согласен. Я готов смириться пророку и иудею поклониться. С обидой жить, с обидой просыпаться. Не может это жизнью называться. Узнали мы, где Иисус проходит. Куда Он по пути заходит. Между Самарией и иудеей стали. Пророка очень сильно ждали. Вдруг слышим мы толпа людей. А впереди тот иудей, которого сказали, Бог послал. Людей Он посеместно исцелял. Все десять человек к Нему мы побежали. Нам люди что-то вслед кричали. А он сказал, к священнику идите. Ему свою проблему покажите. Ээээ, как мне к священнику идти? Проказу в город понести? Я же в Самарии, он что не знает, меня же камнями забросают. А те девять были иудеи. Такого страха не имели. Но они пошли, и я за ними. Пошли мы в храм Иерусалима. Я быстро шел, откуда взялась сила. Такая мысль вдруг посетила. Смотрю на руки, а проказы нет. Но думаю, что за бред? Друзья идут, меня не замечают, идут друг друга ободряют. Когда мы поняли, проказа отступила, нас всех любовь тогда накрыла. Они, ускорив шаг, ушли вперед. А я вернулся, где стоял народ. К Иисусу подошел и поклонился. Ко мне он нежно обратился. Где остальные? Десять исцелилось. Где девять? С ними что случилось? Один пришел, иноплеменник. Теперь по праву ты наследник. С тех пор Иисуса я не оставляю. Его за все благословляю. Он исцелил меня и дал спасение. Служить Иисусу я принял решение. Родных я говорил, что не прощу. Появится возможность, отомщу. Но слава Иисусу! Он сердца меняет. Людей друг с другом примеряет. Пришла любовь. С родными примирился. Как водится, конечно, я женился. И всем я говорю, Христа ищите. Его за все благодарите. Мы все, друзья, поражены проказой. Такой греховной заразой. Нас от греха омыло кровь. Вот в этом заключается любовь. Подумай ты, на стороне какой? Живешь ли с благодарной душой? Ты там, где девять? Или где один? Тебя зовут Самарянин. Нам есть за что Христа благодарить. За то, что просто можем жить. За то, что ходим, слышим, видим. За злых людей мы не обидим. За церковь, за семью, за кровь. За то, что нас спасает кровь. За то, что Господу спеваем. Служить Ему не забываем. За то, что нас Он оправдал. Ты дьякою Ему сказал. За то, что жен своих мы любим. Давайте славить Бога будем. Все милости Господня посчитай. За них благодарить не забывай. Не поступай по жизни, как те девять. Учись благодарить, любить и верить. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok